Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ. В эту субботу, 28 апреля, в 23 часа, в октябре, в кинотеатре, состоится юбилейный вечер, ночь, ночь пожирателей рекламы. Как вы? В 25 раз все случается? Да, в 25 раз мы приглашаем всех на ночь пожирателей рекламы. Во-первых, это, конечно, потрясающая дата, но важно то, что да, все уже знают, любят ночь пожирателей рекламы, к нам все стремятся, придут, и это правильно. Но почему я отдельно говорю о том, что в этом году нужно действительно прийти обязательно? Ведь мы не просто празднуем 25-летие, мы показываем, что вообще произошло в рекламе за 25 лет, и получилось так, что именно эти 25 лет именно для России стали совершенно переломными. Потому что если в целом в мире реклама развивалась достаточно равномерно в течение этого периода, то в России произошли революционные вещи. И я вот покажу на ночь пожирателей рекламы, в самом начале в кинотеатре «Октябрь» покажу несколько рекламных роликов, которые 25 лет назад, ну, буквально будоражили умы всех тех, кто смотрел телевизор в то время. И вы увидите, насколько реклама сильно изменилась. Если взять какой-то западный рекламный ролик тех лет, то эти изменения не такие серьезные. В России, конечно, все поменялось очень сильно. Ну, там эволюция, а у нас революция, наверное. Да, именно так. И мало того, я не сомневаюсь, что придут к нам и многие из тех, кому только-только исполнилось 25 лет. То есть они еще даже и не знают, какой была реклама 25 лет назад в России. Вот они это и увидят. И вы тему раскрываете, какая в этом году? Ну, я с удовольствием всегда об этом говорю. Другое дело, что «Ночь пожирателей рекламы» — это шоу, в котором мы показываем 400 рекламных роликов со всех стран мира. И они, конечно же, раскрывают совершенно разные темы. Но вот парочку из них я сейчас приоткрою, для того, чтобы вы понимали, насколько все это многообразно. Но вот, например, в этом году автор программы Жан-Марий Бурсико совершенно особое внимание уделяет тому, что мы с вами, честно говоря, совершенно не знаем. Это японская реклама. Она есть. Вот вы впервые сможете на «Ночи пожирателей рекламы» увидеть целый блок японской рекламы, вот такой, который у них идет по телевизионным каналам. Ну, я какие-то в Ютубе видела. Слушайте, а в Китае, в Китае есть, например, в Северной Корее, там есть реклама? На самом деле реклама есть везде, это, собственно, и неудивительно. Но я хочу сказать, что другого шанса, кроме как на «Ночи пожирателей рекламы» ее посмотреть нету. Это такие вещи, которые и в интернете-то не выкладываются, потому что они абсолютно сумасшедшие. Либо, если и выкладываются, то это непонятно, как найти. На «Ночи пожирателей рекламы» все это будет вот так вот единым потоком показано. Даниил, возрастное ограничение есть на всякий случай? Да, у нас, конечно, есть. Да, конечно, есть. Начало быстрее часа. Ну, скажем так, я, честно говоря, к этому иронически отношусь, к этим обозначениям. 6 плюс 12 плюс 18 плюс. У нас такое ограничение есть, мы ставим всегда 18 плюс. Это связано, ну, честно говоря, это связано с одной стороны с тем, что все-таки у нас шоу ночное. Конечно. И поэтому, ну, наверное, правильнее будет ребенку все-таки спать в это время. Но давайте тоже не будем скрывать. Я действительно считаю, что есть рекламные ролики в «Ночи пожирателей», которые должны иметь ограничение даже 21 плюс, наверное. Друзья, я понимаю, что сейчас вот именно в этот момент все билеты закончились на «Ночи пожирателей» рекламы. Ну, вы знаете, я... Он умеет продавать, да. Я, конечно, скажу, совершенно серьезно, что все-таки вот законы о рекламе в разных странах работают по-разному. И есть страны, где допустимы такие вещи, которые в нашем эфире совершенно невозможны и запрещены. Поэтому действительно такая серьезная эротика присутствовать будет. В рекламах. В «Ночи пожирателей» рекламы, да. Потому что есть рекламные ролики, в которых все строится на этом. И, как говорится, из песни слова не выкинешь. Если это есть, мы это показываем. 28 апреля, октябрь, приходите, начало в 23.00. Сделаем небольшую паузу, после которой вернемся. Будете в компании страны. Как раз на танц, песня «Нежно-грубо», мне кажется, очень даже в тему. Друзья, скоро продолжим. Оставайтесь с нами. На работе, дорогие друзья, мы в абсолютно трезвом настроении, ощущении реальности. Продолжаем эфир на телерадиоканале «Страна.ФМ». Итак, у нас сегодня в гостях, напомню, генеральный продюсер и директор проекта «Ночь пожирателей рекламы в России» Даниил Костинский. И мы сейчас готовим вас к тому, что 28 апреля в 23.00 начнется 25-й как раз вот… Юбилейный. Юбилейный, да, показ рекламных роликов. Ночной российские ролики будут, но не только российские, не только Россия принимает участие в этом мероприятии. Ну, даже сказал так, в основном это не Россия. Российских роликов будет в течение ночи показано 6 штук. Из 400. Да, из 400. Есть куда расти. Это, кстати говоря, ну, на самом деле в этом ничего нет обидного, это не так уж и мало, потому что мы всего покажем ролики из 50 стран мира «Ночь пожирателей рекламы» — это такой вот обзор всего того, что происходит в целом во всех странах мира. И вот в эфире «Страна.ФМ» мне даже особенно приятно подчеркнуть, что для тех, кто интересуется вот страноведением, кто много путешествует и хочет знать больше о других странах, я вдруг понял вот за эти 25 лет проекта, что нет лучшего способа изучить какую-то страну, если не изучить ее рекламу. И вот даже в этом году, сейчас вот 28 апреля у нас будет «Ночь пожирателей рекламы» в кинотеатре «Октябрь», это будет мировая премьера показа этого года, но я-то уже это посмотрел. И вот хочу с вами поделиться парочкой таких наблюдений, которые я вдруг обнаружил. Я увидел, что мы действительно можем очень многое понять о том, как вообще живут люди в стране, если посмотрим на рекламу. Я вот смотрю эту программу, поскольку я там готовлю и перевод, и титры русские к ней. Я вижу, ролик проходит из Новой Зеландии, и у меня остается какой-то, ну не то, что дискомфорт, какое-то недоуменное ощущение, что-то вот, как, какая-то вот такая недоуменность. Ну, я смотрю программу дальше, через какое-то время снова ролик из Новой Зеландии, и опять у меня это ощущение только подкрепляется. Я думаю, что, что тут не так? И я разобрался. И сейчас я вам расскажу. Да, потом был еще третий ролик. Значит, вот первый ролик, который я смотрю, это ролик, в котором рекламируется специальная прищепка на мобильный телефон, которую вы с одной стороны прикрепляете к мобильному телефону сверху, а прищепка двусторонняя. А с другой стороны вы прикрепляете специально продающееся лакомство для собаки вашей домашней. Чтобы она приносила телефон сладкий. Нет, для того, чтобы вы могли, фотографируясь с собакой, гарантированно знать, что она будет смотреть в кадр с нужным выражением морды. Ой, ой. Вот эти вот прищепки, для них создан отдельный рекламный ролик. Я думаю, как вообще, наверное, хорошо живется людям, которые вот запустят, как бы мне собачку сфотографировать покрасивше. В прошлый раз, когда вы к нам приходили, мы делали акцент на том, что вообще не важно, что рекламировать. Главное, как. И ты иногда просто балдеешь, что ты увидел, а в конце рекламируешь. Так вот, послушайте, и вот второй рекламный ролик тоже из Новой Зеландии. Вот это я посмотрел, все, я понял, что да, видимо, все там хорошо с домашними животными. Следующий ролик, который у него такое ощущение создал, тоже новозеландский. Какой-то, знаете, такой фантасмагорический ролик. Люди обматываются какими-то лентами. Как-то это все очень, знаете, кислотно даже, я бы сказал, так снято. В общем, какой-то такой совершенный наворот из этой ленты, которой обматываются люди. Все под какую-то музыку. В итоге оказывается, что это реклама. Рулон на туалетной бумаге повышенной длины. Вот теперь вот так вот это будет у них Новозеландия. Я думаю, да, ну, видимо, действительно. Ты, у меня просто в эту Новую Зеландию, о которой я раньше ничего не знал, кроме того, что там зеленая трава, коровы и хорошее масло. И потом я смотрю третий рекламный ролик. Ну, давайте так, я хочу, чтобы вы его посмотрели на ночь и пожать рекламу. Вы просто... Вот это интрига. Вы просто поймете, что действительно, я вот всем нашим слушателям и зрителям сейчас хочу сказать, что это фактически ночь пожать рекламу, это путешествие по разным странам мира со взглядом на то, как живут там люди. Такой путеводитель. Сделаем небольшую паузу, друзья, после которой вернемся. Рекламную паузу. Да. Я хочу отметить. Мы продолжаем программу наук и технологий. В гостях у нас сегодня Даниил Костинский, генеральный продюсер и директор проекта «Ночь пожирателей рекламы в России» 28 апреля в 23 часа. Все случится в кинотеатре «Октябрь». И до 6 утра. Вот. Я только хотела спросить, какая длительность. А кормить будут? Обязательно. Кстати, на самом деле, это важный вопрос. Дело в том, что «Ночь пожирателей рекламы»… И весь кинотеатр «Октябрь» у вас. Да, да, у нас во всех 11 залах будет идти «Ночь пожирателей». Конечно же, будет где перекусить. Но это важно, потому что… Конечно, 7 часов как на работу. Ролики, вообще этот просмотр этой рекламы, это настолько, в том числе, и энергозатратная вещь, потому что каждый ролик вызывает у зрителей потрясающие эмоции. Подождите, Данила, знаете, когда смотришь очень вкусную рекламу, как хочется есть, это как фильм про еду. Тем более, тем более. Но с другой стороны, поскольку это 400 роликов, там столько всего рекламируется, помимо еды, что если пытаться следовать каждому возникающему желанию, то точно ничем вас не уйдут. Эта реклама еще, я просто была на одном из показов, она же и мотивирующая, она как будто затрагивает все твои органы чувств. Тебе сразу хочется жить, творить, есть, пить, все подряд. Да, вот самое главное, вот почему я всегда приглашаю всех прийти на ночь пожать рекламу и посмотреть на это, потому что вы вдруг ощутите, что реклама не имеет вот этого, знаете, атакующего заряда. Эффекта. Прямо вот сейчас купи, 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 купи. Нет, она имеет вот эту самую атаку на ваши эмоции. Вдохновляет. Вы вдруг начинаете чувствовать, что, ну, вы не можете сейчас там, не знаю, не расхохотаться. Где-то, может быть, наоборот, эмоции будут совершенно противоположными. Кстати, в ночи пожать рекламу традиционно очень много социальной рекламы. Спасибо. И я вообще даже хочу сказать, что вот посмотрев вот эту программу, которую, как я уже говорил, я пока смотрел один, вот ее посмотрят все наши зрители 28 апреля впервые в мире. Так вот, я хочу сказать, что я увидел одну тенденцию в современной социальной рекламе, которая, ну, и раньше была, но сейчас она так очень выпукла заметно. Что такое социальная реклама? Да, мы, ну, что мы привыкли там против, за безопасность дорожного движения, за экологию, против там наркотиков, табакокурения, алкоголя и так далее. Какие-то такие призывы. С годами все сильнее и явственнее есть призыв на, и, кстати, ролики замечательные на эту тему есть, на раздельный сбор мусора. Ух ты. И этой темы вообще раньше у нас, ну, никто вообще об этом даже не задумывался. Я помню, я когда в свое время, там, лет 20 назад приезжал в европейские страны какие-то и видел вдруг, что есть урны для разного типа мусора, я вообще не верил своим глазам. Я не понял, что это, неужели это имеет какой-то смысл. В этом году в программе есть несколько рекламных роликов замечательных на эту тему. И сейчас даже расскажу вкратце, в чем там рекламный ход, вот у тех роликов, которые я заметил. Но в том числе есть один российский рекламный ролик про раздельный сбор мусора. Это хорошо. Так что вот, поэтому я это говорю к тому, что для социальной рекламы всегда есть достаточно серьезное место в ночи пожать рекламы. Поэтому ночь, это не просто вот посидеть, порезвиться, похохотать, посмотреть веселое, прикольное видео, но и задуматься о каких-то таких серьезных вещах. Что с рекламными ходами, Даниил? Да, вот, кстати, по поводу рекламных ходов, хочу сказать по поводу раздельного сбора мусора, да. Ну, как это показать? Ну да, заинтересовать. Да. А, значит, есть целая серия рекламных роликов в этом году. Они все основаны на том, там, слоган такой, что когда все находится на своем месте, это и есть смысл того, как все должно быть. И как это проиллюстрировано? Мы видим, как, например, едет машина, которая собирает мусор с обочин дорог из мешков, но только в качестве вот этих мусорщиков, которые выпрыгивают из нее, кидают эти мешки сюда, мы видим стюардесс. О! Вот те самые стюардессы, к которым мы привыкли вот в образе видеть, аккуратные, элегантные, красивые девушки, которые вот этими грубыми движениями хватают эти мешки, стучат водителю, давай трогай дальше, едем и так далее. А следующий кадр, как наоборот, мусорщики обслуживают пассажиров на борту самолета. А, аналогия, класс. Да, и вам нравится, когда все поменялось местами? Вот когда все на своем месте, это не имеет смысл. Друзья, приходите, смотрите, сделаем небольшую паузу, потом на свое же место вернемся. Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Друзья, Даниил Костинский по-прежнему в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Мы вас по-прежнему зазываем на ночь, пожирателей рекламы. Приходите, вкусите, не пропустите. 28 апреля в кинотеатре «Октябрь» начало в 23 часа. Нам было очень интересно и в прошлый раз, и сейчас хотим поведать историю, как же эти 400 роликов отбирается на юбилейный сезон 25-й. Да, вы знаете, это поразительная история, с которой я познакомился как раз 25 лет назад, даже уже больше, 26. Ведь, собственно, ночь пожирательной рекламы существовала еще до того, как она появилась в России. Первый показ состоялся в 1981 году. Поэтому сейчас уже идет 37-й год существования проекта. Это во Франции было. Да, это было во Франции. И вот я познакомился с Жанном Мари Бурсико. Это человек, который, собственно, придумал этот проект. Придумал его, основываясь на том, что у него лично была к тому времени, к 81-му году, огромная коллекция старых рекламных роликов еще на кинопленках. То есть, по большому счету, все его усилиями было сделано, самостоятельно. Да, да, он это сделал действительно единолично, с одной простой целью. Поскольку у него хранились эти пленки, киноленты с разными рекламными роликами, там, 50-х, 60-х годов, он захотел просто познакомить с этим своих друзей. Ну, как каждый из нас, когда что-то коллекционирует, хочет показать. Посмотрите, какие у меня марки, какие значки. Он говорит, посмотрите, какие у меня рекламные ролики. Просто, чтобы показать рекламные ролики, нужно не домой людей приглашать, а в кинотеатр, зарядить пленку и сделать такой показ. И единственная возможность у Жанны Марии Бурсико организовать такой показ была ночью. Потому что днем его никто не пускал с такими странными желаниями в кинотеатре. Поэтому на ночь ему сказали, ну, поскольку ночью у нас в кинотеатре не работает, ну, приходите, покажите, что хотите. И вот так появилась первая ночь поджать рекламы. Оказалось, что именно то, что эта ночь стала по-особому соблазнительным для гостей Жанны Марии Бурсико. И он с тех пор стал делать именно по ночам такие показы. Я об этом узнал впервые вот в начале 90-х годов. Я даже не поверил своим ушам тогда, потому что реклама была тогда настолько надоедливой на наших телевизионных экранах, что все ее не любили. И когда я узнал, что есть вот человек, который всю ночь показывает рекламные ролики, я не поверил, что это может быть успешно. А мы с ним познакомились, и он стал предлагать нашему рекламному агентству проводить такие показы, ночь поджать рекламы, на территории России. И я вам скажу честно, мы отказались. Когда он это нам предложил, мы отказались. Другое дело, что настолько настойчив он был, Жанна Марии Бурсико. Так рекламировал. Что его заслуга по большому счету. Что он сказал. Хорошо, давайте сделаем так. Вы пока приедьте ко мне, это было в 1993 году, приезжайте в Париж на ночь поджать рекламы, посмотрите, а тогда уже будете решать. И, собственно, я на это согласился только для того, чтобы в Париж съездить. А не для того, чтобы там еще какую-то ночь, пожать рекламу. Кстати, тогда еще такого словосочетания не было. Он же назвал свой проект по-французски. «Леониды Баблево» — это дословно «Ночь тех, кто ест рекламу». Как-то так, «Ночь рекламы ядных». Мы это потом придумывали отдельно, вот как это по-русски будет звучать. И поэтому, собственно, мы туда поехали, ну, для того, чтобы в основном посмотреть Париж. Но, конечно, придя на ночь пожать рекламу, мы обалдели. Это был гигантский зал, несколько тысяч человек, огромный экран, потрясающие эмоции зрителей. Все кричат, свистят, аплодируют рекламным роликом. И, собственно, мне захотелось вот эту атмосферу принести в Россию. Тем более, что я увидел такие рекламные ролики, которые, конечно, я себе и представить не мог. И вот с 1993 года мы начали этот проект продвигать на территории России. Но каждый год, собственно, программу показа формирует лично Жан-Мари Бурсюко. То есть он сам выбирает, отсматривает. Он это делает. Как это возможно? Ему присылают, он все это отсматривает? Ему присылают со всего мира. Кстати говоря, вот моя миссия, собственно, заключается в том, что я каждый год присылаю в коллекцию Жан-Мари Бурсюко для отсмотра все то, что снимается на территории России. Ну, я вам скажу честно, конечно, я сам делаю предварительный свой отбор. Ну, естественно. Кое-что я выбрасываю, даже не показываю ему, считаю это незаслужащим внимания. Могу сказать даже языком цифр. Я присылаю около 200 рекламных роликов в год Жану-Мари Бурсюко. Проблизительно 200 штук. А сколько таких людей, как вы, ему присылаете? По всему миру у него есть вот такие партнеры, продюсеры. Доверенные лица. Ну, во-первых, доверенные лица, а во-вторых, его поклонники и фанатики. Те, кто понимает, вот я такой. Я просто знаю, что у него самая большая коллекция рекламы в мире. Это более миллиона рекламных роликов. И мне всегда хочется, найдя что-то у нас, помочь ему пополнить свою коллекцию. Поделиться. Давайте ему передадим привет. Он смотрит, слушает Страну ФМ сейчас, после чего вернемся, друзья. Будьте рядом. Лиза Калинина, Роман Шахов в студии программы «Наука и технологии». В гостях у нас сегодня Даниил Костинский, генеральный продюсер и директор проекта «Ночь пожирателей рекламы» в России. 28 апреля все случится. И мне интересно, а что же будет еще? Потому что октябрь весь ваш. Все 11 залов тоже принадлежат «Ночи пожирателей рекламы». Что еще? Какие сюрпризы? Да, вот тут важно сказать, что, собственно, те 400 рекламных роликов, которые мы показываем, будут идти с двумя большими перерывами. С антрактами. Да, мы, конечно же, хотим, чтобы зрители смогли, ну, немножко размяться и погрузиться в атмосферу рекламы не только в кинозалах, но и в фойе. Поэтому у нас будет там огромное количество всяких вот таких рекламных развлечений для тех, кто вот пришел именно пожирать рекламу. Но важно то, и это традиционно для российских ночей пожрать рекламу, у нас будет очень серьезная такая музыкальная составляющая ночи. И поэтому я хочу сейчас с удовольствием сообщить то, что мне уже подтвердили. У нас будет великолепный такой музыкальный сюрприз от одного нашего знаменитого диджея, я сейчас скажу, конечно, от кого, который сделает свой 45-минутный сет для всех тех, кто придет на ночь и пожать рекламы. Это будет в том числе и посвящение 25-летию, потому что как раз 25 лет назад он начинал греметь на просторах нашей страны. Диджей Грув будет у нас в гостях. И это, конечно, будет такая отдельная музыкальная часть ночи пожрать рекламы. Но, кстати говоря, я хочу сказать, продолжая тему того, как Жан-Мария Бурсико отбирает рекламные ролики, да, он это делает единолично, но занимаясь этим проектом уже 25 лет, я, честно говоря, какие-то вещи нащупал во вкусах Жан-Марии Бурсико. И хочу сказать, что музыка в рекламе — это один из краеугольных камней, на котором вот стоит проект «Ночи пожать рекламы». Сейчас за вами стали записывать уже вот люди, которые занимаются рекламой, может быть, начинающие рекламисты. Ну, это и хорошо, и правильно. Я могу сказать, что действительно в большинстве рекламных роликов, которые показываются на «Ночи пожать рекламы», великолепный саундтрек. Ее просто можно не только смотреть, но и слушать. И на всякий случай, вот здесь же могу сказать, что это в том числе говорит о том, ну, намекает нам на то, что эти ролики все не короткие, как мы привыкли, знаете, 30-40 секунд, минута. Вот какой хрометраж должен быть для смотрибельности? Вы знаете, вот на «Ночи пожать рекламы», поскольку это ролики собраны со всего мира, можно уже сделать вывод, что вот та реклама, которую Жан-Мария Бурсико выбирает, это ролики, которые длятся, ну, минимум минуту, некоторые по 3-4 минуты. И есть еще интересный факт. Бывают такие ролики, глядя на которые, ты вдруг понимаешь, что ты вроде бы его уже видел, ты знаешь его, и вдруг понимаешь. Да, ты его видел в короткой версии на нашем телевизионном экране во время рекламной паузы. А длинная версия его, полная версия, может быть в несколько раз больше по проложительности, чем то, что мы видели. И поэтому бывает так, что вы смотрите на рекламный ролик, вроде бы вы его уже видели, но на самом деле там все по-другому, и наконец-то вы понимаете его смысл. А оказывается, вы видели тизер ролика. Тизер ролика, да. Вы говорите про музыку, иногда же даже ассоциация у тебя идет, ой, это та самая песня из рекламы. Ну помните? Да, да, совершенно верно. Даже ее так и скачу, как саундтрек. Видите как, есть отдельная, ну, я бы разделил, так сказать, музыку в рекламе на два течения. Первое — это какие-то знаменитые музыкальные композиции, которые используются в рекламе. И второе — это музыка, которая пишется специально для рекламы. И то, и другое имеет право на существование, и там, и там есть великолепные примеры. Это очень здорово. Что касается звезд в рекламе, Даниил, когда-то, ну, по крайней мере, в нашей стране, спортсмены обгоняли вот медийных личностей, да, артистов, как-то убедительнее у них получалось. Сейчас артисты подтянулись, или по-прежнему спортсмены... Ну, я могу сказать следующее. Это вообще отдельная, интереснейшая тема. И в ночи пожать рекламу в этом году тоже будет блог, посвященный именно звездам. Звездам и кино, и спорта, и музыки в рекламе. Я хочу сказать, что именно вот в этом разделе я вижу разительное отличие российской рекламы от западной. Потому что у нас, к сожалению, все-таки пока не научились снимать вот звезд в рекламе. Использовать правильный, да? Да, есть какой-то, знаете, есть вот этот дисбаланс между вот... Наши рекламодатели не могут найти правильное соответствие. Все-таки звезда должна соответствовать уровню бренда. Или наоборот, бренд уровню звезды. Но какое-то должно быть... Ну, либо это вообще гротеск какой-то. Ну, либо гротеск, либо, я бы сказал так, они не должны быть на одном уровне, а должно быть так. Так, звезда должна подтягивать бренд до своего вот этого звездного уровня и статуса. А у нас получается, что у нас, наоборот, звезды опускаются до уровня бренда, и поэтому мы испытываем какой-то дискомфорт, нам становится неловко, почему этот артист снялся в этой рекламе, наверное, ему... Нужны деньги. Нужны деньги, еще что-то. Сразу статус такая, да. В этом смысле, конечно, в западной рекламе я всегда вижу настолько грандиозное соответствие. Я могу привести конкретный пример. Эти ролики вы знаете, ну, некоторые из них, потому что они шли у нас по нашим каналам в коммерческой ротации. Там огромная серия роликов, и часть из нее будет на ночь про рекламу. Это как Джордж Клуни снимался в рекламе для кофе «Неспрессо». Кофе, да, «Неспрессо». Дорогие друзья, мы совсем скоро вернемся. Хочу напомнить, говорим сегодня о ночи пожирателей рекламы, которая в субботу, 28 числа в 11 вечера стартует. Так что присоединяйтесь. Если вы не хотите быть в одиночестве, если вам не спится, друзья, приходите. 28 апреля в 23.00 в кинотеатр «Октябрь» на ночь пожирателей рекламы. Вы не пожалеете. В 25-й раз проводятся мероприятия, там много чего интересного будет, и об этом нам Данил Костинский продолжает рассказывать. Категория 18+, это важно. Да, конечно. Но все-таки я хочу лишний раз подчеркнуть, что действительно те рекламные ролики, которые идут на ночи пожирателей рекламы, это, во-первых, каждый из них — это шедевр, заслуживающий особого внимания. Но важно то, что из этих роликов выстроено вообще кинематографическое действие. Это не просто сборник рекламы. Это настоящая история, которая рассказывается средствами вот этого языка рекламы. И вот, допустим, первый ролик, с которого все будет начинаться. Я сейчас специально не буду говорить, что это за трехминутный шедевр. Но важно к нему отнестись. Вот я ко всем нашим зрителям, кто придет на ночь пожирателей рекламы 28 апреля, я хочу призвать их отнестись к нему именно как к ролику, с которого все начинается. Он так и сделан. То есть поставлен Жаном Марией Бурсяко специально для того, чтобы задать общий тон того, как будет идти ночь пожирателей и на что обращать нам внимание. Между прочим, сама ли ночь будет идти, или вы будете ее вести как ведущий? Да, я всегда говорю какие-то слова в самом начале со сцены для того, чтобы сориентировать тех, кто придет к нам впервые, а таких будет достаточно много. Мало того, с моей стороны, есть какие-то традиционные сюрпризы, которые я, как представитель синематики Жанна Марией Бурсяко на территории России, имею возможность продемонстрировать. В частности, я покажу парочку рекламных роликов российских, которые были сняты вот в те годы, когда впервые ночь пожирателей рекламы появилась здесь, то есть 25 лет назад. И мало того, герои, которые тогда снимались в рекламе, будут присутствовать на ночь пожирателей рекламы. Это знаменитейшие ныне артисты, которые придут к нам, и вообще у нас будет достаточно много известных личностей из мира, кино, музыки, кстати, и спорта в том числе. Правильно-правильно, пусть идут, пусть знают, как надо делать. Мало того, с их помощью мы проведем голосование за лучший рекламный ролик прошлого сезона. Для того, чтобы определить из нескольких роликов лучших за прошлый год, выбрать единственный, с которого будет начинаться ночь пожирателей в каждом городе, где затем мы будем показывать ночь. Так что приходите, будет очень интересно, но самое главное, это вот та самая эмоциональная составляющая, которая заложена вот в самой вот этой ленте показа. Вы будете чувствовать, как Жан-Мари Бурсико, как искусственный режиссер. Собрал. Управляет вашими эмоциями, как во время... Кстати, вы знаете, что сам Жан-Мари Бурсико ночь пожирателей рекламы называет не фестивалем, не шоу, не проектом. Он называет это словом спектакль. Спасибо. Мы приглашаем вас на спектакль, друзья, 28 апреля. Приходите. Даниил Костинский был в гостях у страны ФМ. До новых встреч. Спасибо. Это было великолепно.